Киноконцертный зал Украина. За несколько часов до начала слушаний по переименованию районов улиц Харькова правоохранители оцепили здания, а среди желающих попасть на заседание образовались огромные очереди. Началась регистрация участников голосования. Скажите, пожалуйста, а почему вы сюда решили прийти? Как почему? Я должна тоже побывать в этом списке и подумать. Общественный резонанс нас привел сюда, и мы решили поддержать это мероприятие. А вот, собственно, согласны с тем, что предлагают, как переименовать улиц Харькова? Не, ну, менять, например, одну фамилию на точно такую же, я против, категорически, потому что, в принципе, это нонсенс вообще. Да, это активная гражданская позиция. Но я не знаю, наверное, каждый человек в жизни должен принять решение. Сцену оцепили активисты общественного патруля «Сотня Лева». Зал тем временем наполнялся очень быстро. С той же скоростью росло и напряжение внутри. Активисты требовали от членов президиума слушание вести на украинском языке. Кто за, прошу голосовать. Счетная комиссия, пожалуйста, проголосуйте. Прошу опустить абсолютное большинство, это видно уже. Пожалуйста, слово. Несмотря на шум в зале и протесты зампредседателя городской комиссии по топонимике, Алексей Хорошковатый продолжал зачитывать варианты переименования объектов. Первой позицией для обсуждения является переименование станции метро «Советская». Станцию метро «Почерь Конституции». Терпение у общественников лопнуло, когда чиновник стал озвучивать предложенные горсоветом названия районов. Так, например, в честь дня освобождения Украины от нацистских захватчиков, который отмечается в октябре, комиссия решила переименовать Октябрьский район Харькова в Октябрьский. В честь советского героя Тимура Фрунзе – Фрунзенский район во Фрунзенский. Часть активистов пытались прорваться на сцену, однако их сдерживал общественный патруль «Сотня Лева». У сцены завязались первые потасовки. Спустя полчаса нескольким активистам все же удалось преодолеть кордон, и драки начались прямо на сцене. В это время перепуганный президиум поспешил к выходу. Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась, это опасно для всех людей, которые находятся в зале. И я прошу, мы заканчиваем общественное слушание. Дальше будет по закону все. В зале осталось несколько сотен активистов, которые решили провести свое голосование. Они вроде бы рассказывают, что там этот дзержинский какой-то был врач, то есть, ну, Фрунзе не знаю про Октябрьский, это вот не Октябрьская революция, а просто Октябрь месяц. То есть, ну, на самом деле, то есть мы уже буквально сегодня консультировались с Институтом национальной памяти, такие варианты не проходят, потому что, то есть в документах, вот, допустим, если Октябрьский район, это значит, написано, что он назван именно в честь Октябрьской революции. И такие вещи, они все равно не проходят. Свет в зале погас, активисты с включенными мобильными телефонами стали избирать членов счетной комиссии. А зам городского головы Игорь Терехов в мэрии объяснял, почему же некоторые объекты Харькова комиссия решила оставить со старыми названиями. И сообщил, что главной целью общественников был срыв слушаний. То, что касается переименования Дзержинского района, и не только Дзержинского района, хочу вам сказать, что у нас работали историки, у нас работала топонимическая комиссия, у нас работала топонимическая группа, мы работали с архивами. И то, что касается, если вы внимательно слушали, а в докладе прозвучало, что мы переименовываем, мы не называем этот район в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского, ни в коем случае. А мы предлагали переименовать этот район в честь совершенно другого человека, который отдал свою жизнь за победу над фашизмом раз, который родился в Харькове, который жил в Харькове. Тем временем активисты в ККЗ Украина единогласно решили, Коминтерновский район переименовать в Европейский, Московский, Салтовский, Дзержинский, Шевченковский, Ленинский, Зареченский, Орджоникизовский, Роганский, Октябрьский, Баварский, Фрунзенский, Немышленский и только Киевский оставили. Своё же голосование общественники считают законным и надеются, что городская власть к ним прислушается. Окончательное решение о переименовании объектов теперь будет принято на сессии Горсовета. Инна Степанишина, Павел Велицкий, агентство телевидения новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова